Привет друзья на канале Чуча ТВ. Сегодня у нас очень короткое видео, но очень полезное для тех ребят, кто решил опробовать в работе вот какой-то аэрокосмический термобарьер с высокотемпературной керамикой. В работе данный термобарьер показал себя превосходно, учитывая его хорошие технические характеристики. Из-за того, что здесь используются разного рода материалы, такие как медь и керамика, мы получаем превосходный результат. Медь очень хорошо отдает тепло, при вкручивании в нагревательный блок, естественно, у нас никаких перепадов не возникает, из-за того, что теплопроводность у меди значительно выше, даже чем у алюминия. Вторая резьбовая часть, которую мы вкручиваем в наш радиатор, она тоже из меди, а значит все тепло от перегрева, которое передается через керамику, оно будет рассеиваться. А благодаря вот такому фланцу, который попросил спроектировать компанию Malovstore, наш термобарьер очень легко монтировать и демонтировать. А теперь хочу ответить на очень важный вопрос, который мне часто в последнее время задают. Что делать с термобарьерами, которые вам прислали и они прокручиваются? На сайте Алиэкспресс продавец об этом указал, что термический термобарьер может прокручиваться. Естественно, он не должен прокручиваться легко, вот так вот, как например вот этот. Видите, крутится как угодно. Очень легко, даже пальцами. Хотя при этом люфтов у него нет. Но сами прекрасно понимаете, что с таким прокручиванием вкрутить в наш нагревательный блок мы просто не сможем. Видите, резьба, она крутится вместе с нашим блоком. Ну и конечно же, демонтировать такой термобарьер будет тоже сложно. Поэтому сейчас я вам покажу, как устранить эту проблему. Но сперва объясню, почему так происходит. Для того, что здесь используется аэрокосмическая керамика, которая имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, в отличие от меди. Поэтому здесь используется принцип торцевого запрессовывания. То есть наша медная часть состоит из двух частей. Первая резьбовая часть, она как цилиндр. А внутри идет еще дополнительная втулка, которая и поджимает нашу керамику и не дает ей прокручиваться или же выпадать. Если к вам приехал не такой вот жесткий термобарьер, как этот, а именно вот такой вот легко крутящийся, то не пугайтесь. Решается эта проблема буквально за полминуты. Давайте для наглядности пометим наш термобарьер. Теперь очень хорошо видно, как он прокручивается вокруг своей оси. Берем наш нагревательный блок. Вкручиваем резьбовую часть. Видите, закрутить ее будет очень сложно, потому что она прокручивается. С обратной стороны берем сопло. И вкручиваем. Обратите внимание, что между нагревательным блоком и фланцем сопла еще есть зазор, что можно еще подкрутить. Так и должно быть. Теперь, друзья, нам понадобится два ключа. Один для нагревательного блока, а второй для сопла. Сопло можно подкрутить и вот таким вот 9-мм гаечным ключом. А можно прикупить в том же магазине Mellow Store вот такой вот интересный ключик. Он, кстати, очень удобен. Прекрасно встановится. Сюда можно вставить отвертку и тем самым закрутить. Но у меня есть еще более интересный девайс, который я решил тоже протестировать. Специальный ключ для демонтажа сопел. В комплекте идет две насадки на 7 и на 8 мм. Вставляется насадка в вот такую вот массивную ручку. Она достаточно тяжелая, увесистая и к тому же удобная. Здесь есть специальный шарик, который не позволяет насадке выпадать. А вторая половинка имеет специальную окружность. Эту окружность мы вставляем в наш нагревательный блок. Независимо от того, это E3, DV6 или MK8. С этой же стороны вставляем сопло. И таким образом можно или открутить, или закрутить сопло, не повредив термобарьер. В принципе, очень удобный девайс, но правда стоит немалых денег. В данном случае мы будем его использовать вместо гаечного ключа. Вставляем сопло, берем второй гаечный ключ, вставляем в нагревательный блок и закручиваем. И здесь очень важно, ребят, хорошо нужно закрутить, откручиваем назад. И вуаля, друзья, у нас вообще ничего не прокручивается, просто намерто. То есть, грубо говоря, мы запрессовали внутреннюю втулку и тем самым поджали наш термобарьер. Так что теперь все работает просто как часы. Но будьте, друзья, аккуратны, не пережмите случайно резьбу, потому что это медь, достаточно мягкий материал, и чтобы его просто не сорвали. То есть, друзья, благодаря вот такому простому лайфхаку мы получили полностью исправный термобарьер. Очень жестко, намертво закрепленный, никаких проблем нет. Так что, если, друзья, к вам приехал термобарьер, у которого горлышко прокручивается, ничего страшного, не пугайтесь. Сделайте вот такую простую манипуляцию, и у вас все будет работать просто отлично. Да, и, кстати, друзья, в том же магазине Malofstore рекомендую прикупить вот такую вот щеточку. Она очень хорошо справляется с чисткой наших сопел. Надеюсь, друзья, этот короткий видео лайфхак вам облегчил работу в 3D печати. Не забудьте поставить лайк. Также не забывайте, что ссылочки на замечательные девайсы скину под видео в описании. До новых встреч. Пока.